МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы – сеть строительных магазинов. Самоделкин и Перестройка. Спонсор программы – сеть строительных магазинов. На пульт оперативного дежурного СПЧ-4 поступил сигнал о возгорании железного гаража в районе дома по улице Карла Маркса, 31. На место происшествия выехал один пожарный расчет и группа аварийно-спасательного формирования. По прибытии оказалось, что горит мусор между металлическими гаражами. Огонь проник через щель в гараж. Было принято решение вскрыть железную конструкцию. В гараже горел хлам. К счастью, внутри кроме мусора ничего не было, и поэтому потушить пламя не составило труда. Однако возникла угроза возгорания соседнего железного гаража. Тогда был вскрыт и второй гараж, внутри которого оказался автомобиль. С целью предотвращения возгорания автомобиля огнеборцы как следует пролили пол внутри гаража. По словам очевидцев, мусор между гаражами подожгли дети из соседних домов. По данному факту проводится проверка. Уважаемые родители, следите за своими детьми. Проводите с ними профилактические беседы. Ведь из-за такой детской шалости могут пострадать не только ваши соседи, но и вы. 30 июня в 4.56 утра диспетчеру СПЧ-4 поступил тревожный сигнал от очевидца о том, что по улице Дальняя 85А горит какая-то постройка. Причем пожар был такой силы, что зарево было видно с другого конца промысловки. На возгорание выехали сразу два пожарных расчета. На месте выяснилось, что горит баня. К моменту прибытия огнеборцев постройка была охвачена огнем. Баня деревянная, размером 6 на 8 метров. Крыша полностью была охвачена огнем, горело потолочное перекрытие. Однако сама баня восстановлению не подлежит. В результате пожара крыша и чердачное перекрытие были уничтожены огнем. Да и внутри все сильно обгорело. Сама банька была построена на совесть из сухого бруса, а внутри обшита вагонкой. К слову сказать, хозяева так и не успели попользоваться баней в полном объеме, поскольку она была еще не достроена. В ходе проверки сообщения было установлено от собственника имущества, что баня не эксплуатировалась. То есть она была еще не достроена. Но 29 июня собственник в вечернее время решил протопить ее. Около 0 часов 30 минут 30 июня он зашел в баню, проверил. Баня уже прогорела, углей в топке не было. То есть в бане было все в порядке. Но в 0,4 часа 45 минут его разбудила жена и сообщила, что горит баня. Потребовалось около часа, чтобы ликвидировать возгорание полностью. Дом, который расположен рядом с баней, не поврежден. Сумма ущерба составила около миллиона рублей. В настоящее время причина пожара устанавливается. По данному факту проводится проверка. Обрушившийся 4 июля грозовой дождь доставил немало хлопот специалистам РЭС-1. На целый час весь округ остался без электроснабжения. После оперативной работы специалистов свет дали. Однако жителям дома по улице Ленина, 11А радоваться пришлось недолго. В подъезде их дома сгорел прибор общедомового учета электроэнергии, который располагался на лестничной площадке малосемейки. В результате чего весь дом вновь остался на некоторое время без электричества. Вечером 4 июля на пульт СПЧ-4 поступил сигнал о сильном задымлении в подъезде дома по улице Ленина, 11А. На место выехал один пожарный расчет и пожарная лестница. На месте выяснилось, из-за проливного дождя вода попала в электрощит, где находился счетчик общедомового учета электроэнергии. Произошло короткое замыкание. Испуганные жильцы первых этажей выскочили на улицу. Чтобы приступить к тушению пожара, надо было отключить электропитание. Пока электрики отключали дом от электроснабжения, счетчик полностью прогорел. На тушение возгорания пожарные затратили всего лишь одно ведро воды. А чтобы жители дома не остались до следующего дня без электричества, пришлось подключить электропитание, минуя злополучный счетчик ОДН. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok